Отлично. Насчет микрофонов не переживайте, я всегда перед началом отключаю все микрофоны. Как ваше настроение, как торговля, как успехи? Напишите в чате. Отлично. Всех все отлично. Это радует. Тревожно за счет. Пять с половиной процентов. На сегодня я сейчас даже не смотрел, сколько у меня процентов получилось. Зайти посмотреть. Поставил третью версию, робот работает полностью автономно, даже не захожу, не смотрю, что там происходит. У меня по где-то 3,5-5 процента сегодня. Да, у нас тоже в Новогодской области погода хорошая, так как народ пока еще подтягивается. Очень приятно видеть такое большое количество людей сегодня. Ожидаемо, скажу так, потому что у многих появилось очень много вопросов. Вот. И поэтому я решил провести небольшой созвон командный и поотвечать вам на ваши вопросы основные. Потому что, смотрю, многие не знают, что делать, какие действия делать в той либо иной ситуации, либо делают эти действия некорректно, следуя рекомендациям других пользователей. Поэтому сегодня вначале поговорим об этом, ну и далее я поотвечаю вам на ваши вопросы. Боевое крещение все прошли, кто не следовал рекомендациям. Это на самом деле очень хорошо, хороший опыт. И я так понял, что только на собственном опыте можно прийти к пониманию рынка Форекс. Потому что, когда новичок приходит на Форекс, ему дают рекомендации определенные, по которым лучше торговать. Но изначально непонимание рынка, жадность преоблагают у многих людей. Все хотят как можно больше заработать, где-то принадлежат некоторым правилам. И в итоге, как говорится, учатся на своих ошибках. Вот. Так, давайте тогда начнем с новостей. Новостей на этой неделе не так много от компании у нас. Самая главная новость в том, что на данный момент вы до сих пор еще можете заплатить 197 долларов. Компания сказала, что во вторник, либо в среду по американскому времени наконец-то сделают 247 долларов. Поэтому, если кто-то еще не оплатился, либо ваши партнеры не оплатились, то можно сейчас еще оплатиться за 197 долларов. Остались там считанные часы до конца нашей акции. Напомню, во-первых, экономия 50 долларов, потому что далее будет 247 долларов. Цена будет постоянно, никогда меняться больше не будет за первый месяц. Во-вторых, бонусом идет второй продукт бесплатно. На данный момент у нас второй продукт – это компас только есть. Но в ближайшие 90 дней нам обещали дать еще двух роботов. Они уже протестированы и до сих пор тестируются. Это роботы-скальперы, которые торгуют на небольших депозитах и приносят очень высокие проценты. Поэтому пока точных дат нет, когда они будут доступны, но сказали, что в течение 90 дней они точно будут доступны. И, соответственно, компас можно будет поменять на второго робота. И, соответственно, как же им бесплатно торговать? Вторую лицензию не нужно покупать. Вот, по поводу вопросов касаемо второй-третьей лицензии, я как раз сейчас общался с американцами по этому вопросу. Там есть определенные юридические моменты. И они сказали, что в зависимости от продукта, то есть продукт рингер, они могут где-то ориентировочно через 2-3 недели официально начать продавать. Компас будет раньше. Соответственно, пока продается подписка SIT, которая стоит 197 долларов, далее 247 долларов будет стоить. Робот идет бесплатно к ней. То есть таким образом компания сейчас продает продукты. Ориентировочно через 2-3 недели будут продаваться сами продукты. И вот когда состоится официальная продажа продуктов, тогда можно будет покупать вторую, третью и последующие лицензии на одном аккаунте. Это актуально для тех, кто хочет торговать одним роботом, но по разным настройкам. Например, поставить одного робота на агрессивные настройки, другого на консервативные. На данный момент можно только одного купить с одного аккаунта. Но те, кто хотят больше роботов, они пока что покупают второй аккаунт. Особенно, если у ребят крупные суммы, они понимают, что можно сейчас 197 заплатить, чем дальше ждать 99. Вот 100 долларов переплатить, но при этом заработать больше на ней. Так, и далее это все, что касаемо новостей компании. Так, сейчас посчитаю ваши сообщения. До какого времени по Москве, пока точно неизвестно. Ориентировочно, сейчас скажу, начиная со вторника в 8 вечера по Нью-Йорку, это получается 5 ночи по Москве. То есть до 5 ночи по Москве, скорее всего, точно будет. И далее там в течение суток они обещают подключить. Поэтому последний шанс запрыгнуть в выходящий поезд и оплатиться со скидкой, получить еще второй продукт бесплатный на 90 дней. Цена тех роботов. Цена одинаковая на всех роботов у нас будет. Мы сами выбираем, каким продуктом пользоваться. Мы платим только за лицензию. Первая лицензия стоит 247 долларов, а далее 169 ежемесячно. Вторая лицензия стоит 99 долларов в первый месяц, 69 долларов ежемесячно. Третья 99 долларов в первый месяц, 59 долларов ежемесячно. И четвертая и последующая. 99 долларов в первый месяц, 49 долларов ежемесячно. Мы сами выбираем тот продукт, которым мы хотим пользоваться. Оплачивая дополнительную лицензию, либо основную, у нас открывается дополнительное окошко, куда мы можем прописать номер счета. Мы туда вставляем номер счета, активируется наш номер счета по торговлю. Скачиваем любого доступного робота, устраиваем на счет и торгуем. В любой момент можно поменять. По поводу компаса. Скидывали инструкции в чат. Необходимо вступить в чат по компасу и посмотреть все видео, как правильно с ним работать. Также у нас есть чат по компасу отдельный, где мы общаемся, где партнеры общаются. Я туда не захожу, потому что у меня времени сейчас вообще нету. Ни на ручную торговлю, ни на работу с компасом. Как многие знают, мы попросили наших спонсоров, которые занимаются компасами, записать какую-то крафтную презентацию по ним. Плюс провести тренинги. Насчет тренингов. Сказали, что тренинги будут. Как раз на этой неделе уже договаривались насчет тренингов. Паша с Райаном, с нашим вышестоящим спонсором, получается, с американским, они планируют проводить вебинары три раза в неделю. По продукту будет вебинар. И еще два вебинара. Возможно, один вебинар по маркетингу будет. Возможно, два вебинара по продукту будут. Я пока точно не знаю. Как детали будут известны. Мы вам сообщим об этом. Прошли, прошли. Итак, далее. Смотрю, уже прошли вопросы. Сейчас договорю о том, что я хотел поговорить вначале. И далее уже начну отвечать на ваши вопросы. Первый момент, на который я хотел обратить внимание, это продвижение продукта. Я смотрю, что многие начали продвигать продукт, но не все делают это корректно. Многие, я вижу много постов в ВКонтакте, где люди пишут, что вы можете приобрести классных роботов с доходностью 100-150 процентов в месяц, не упоминая при этом про риски. То есть продвигают максимально агрессивные настройки. Я считаю, что так делать все равно немножко некорректно. Либо продвигать все виды настроек, то есть чтобы человек сам выбирал на этих настройках работать. Либо лучше продвигать все-таки консервативные настройки. Я думаю, что если вы будете предлагать людям зарабатывать 10-30-40 процентов в месяц, они будут более чем рады. Даже многие будут, наоборот, более положительно к этому относиться. И, соответственно, я рекомендую продвигать именно более консервативные настройки. Далее люди уже сами будут принимать решения. То есть если они захитят более агрессивно торговать, больше прибыли зарабатывать, они могут сами на свой страх и риск поставить более агрессивные настройки. Это, как говорится, лучше предложить меньше, и человек получит больше, чем наоборот. Предложить по максимуму человеку, он будет получать меньше, он будет недоволен. Потому что классный момент. Хочу рассказать про Гамильтон. У нас робот был прошлый, который многие продвигали 100-150 процентов в месяц, а он делал 80 процентов в месяц в среднем. И люди были недовольны, что вот говорилось там про 100 процентов в месяц, почему он 80 дает. А некоторые, как я, то есть я общался с людьми, я говорю, что если у вас есть деньги, то есть можете побольше залить, у вас будет меньше в процентах, но и, соответственно, риски гораздо меньше будут. И многие говорили, что ну там 20-30-40 процентов нам более чем достаточно, но когда люди видят результаты те же самые, там 60-70-80 процентов, они говорят, что блин, он превзошел все мои ожидания. Поэтому лучше говорить про меньше суммы, и чтобы человек сам, если ему нужно будет торговать по агрессивным настройкам, он зарабатывал больше и стал больше доволен этим продуктом. Вот, ну и все же консервативные настройки, они более безопасны, у них торговать безопасно, вот, и потому что на агрессивных настройках есть определенные риски. Я на прошлом вебинаре рассказывал по поводу настроек, более подробно, как, по каким стратегиям лучше торговать, и каким образом действовать в той или иной ситуации. Я сейчас об этом тоже более подробно расскажу. Возьмем две стратегии, это получается консервативная стратегия и агрессивная стратегия. Консервативная стратегия – это 0.01 лог на каждые 2 тысячи долларов у нас на депозите, можно как на долларом счете, можно, кстати, на центном счете использовать. Агрессивная торговля – это 0.02 лота на 2 тысячи долларов. Вот, и мы пришли к выводу, что есть, ну, две категории людей, то есть есть категория людей, которые хотят зарабатывать больше, при этом выводя прибыль, вот, и вторая категория, которые хотят зарабатывать поменьше, с крупными суммами, но в долгосрочных. Вот. И, соответственно, консервативная торговля больше подходит тем, кто именно заходит на крупную сумму, от 2 тысяч долларов выше, и также хотят зарабатывать в более долгосрочной перспективе. Либо это, ну, возможно, там, ежемесячно какую-то прибыль снимать, да, либо это сгонять по сложному проценту. На консервативных настройках лучше всего выставить equity protect. Это защита капитала. Значение 20%. То есть при достижении 20% просадки у вас робот закрывает все сделки, более 20% вы потерять не сможете. При этом на консервативных настройках робот дает, ну, порядка в среднем 10% в неделю, иногда больше, иногда меньше. Вот. И, по сути, даже если у вас время от времени такие будут просадки возникать, они возникают, в любом случае, будут, может быть, там, раз в 2 месяца, может быть, даже раз в месяц, может быть, раз в 3 месяца, в зависимости от рынка, то вы рискуете лишней большой части депозита, при этом вы будете зарабатывать с учетом этих просадок порядка 10-40% в месяц, что достаточно неплохо, при этом иски у вас 20% максимальные. Вот. Это реально классная стратегия. У меня есть ребята, которые торгуют по этой стратегии. Я сам на консервативных настройках торгую. Вот. И результаты прям классные. Даже за счетом того, что некоторые ребята не выполнили рекомендации на прошлой неделе и начали торговать на четвертую пятницу и закрылись проекты с протектором, но все равно они там уже в хорошем плюсе. То есть, ну, результаты примерно 15% за три недели с учетом даже этого закрытия. В принципе, 15% за месяц достаточно классный результат, я так сказал. Вот. Агрессивные настройки это те, у кого небольшие суммы, 500-1000 долларов, и, соответственно, они хотят зарабатывать больше прибыли, при этом, естественно, неся больше риски. Как бы, ну, это логично. То есть, чем больше, чем на большую прибыль вы рассчитываете, тем больше риски вы принимаете на себя. И стоит понять, что, ну, рынок Форекс это, ну, не сказка, как бы это, как сказать, не волшебная кнопка бабло, да, где вы будете зарабатывать там по 100-150% ежемесячно без каких-либо рисков вообще. Так не бывает, нужно быть реалистами. Вот. Но есть определенные стратегии, по которым можно на дистанции очень хорошо зарабатывать на агрессивных настройках. Данная стратегия заключается в том, что, чтобы отключить equity-протектор, то есть мы рискуем полностью всем капиталом нашим, то есть поставить значение на 95-100, например. Вот. По таким настройкам он дает очень хорошую доходность, выше 100% в месяц даже. У меня у самого такой счет есть на 1000 долларов 0.02 лот, и он на данный момент пронес мне уже 210% за полтора месяца. Вот. На данный момент просадка 8% в силу влево висит. Вот. По поводу таких счетов. Тут есть два варианта развития событий. Первый вариант. Либо вы ежемесячно выводите прибыль, может быть, даже два раза в месяц, и всегда держите про запас сумму, чтобы можно было долить. Например, вот у меня 1000 долларов, плот 0.02, ну, либо 500 долларов, плот 0.01. Я заработал за месяц 100%, 150% продавать возьмем, потому что там больше выходит, на самом деле. Вывел их, на следующий месяц заработал еще 150%, тоже вывел их, и потом через два месяца произошло резкое движение на рынке, связанное с какими-нибудь экономическими новостями, и пошла очень сильная процедка, и робот слил сюда. Что мы имеем на выходе? То есть за два месяца мы заработали 300% чистой прибыли, и робот у нас слил депозит. Соответственно, мы берем 100% от прибыли, которую мы заработали, ложим, заново открываем счет, ложим на него эти 100% в ту же самую сумму, и продолжаем действовать так же. То есть работаем, снимаем прибыль до того момента, пока робот не слил депозит полностью. Что у нас получается? То есть если мы так посчитаем, 300% за два месяца, 100% мы реинвестировали, у нас остается чистой прибыли в 200%. В принципе, 200% за два месяца это реально какой-то результат, с учетом того, что робот будет сливать каждые два месяца. Поэтому, кто торгует прямо на суперагрессивных настройках, не нужно бояться того, что робот слилет, как бы это нормальная ситуация. Есть еще один, другой вариант, как можно действовать. То есть вы снимаете прибыль, имеете деньги на дозаливку, у вас пошла большая просадка, и вы просто дозаливаетесь прибыли на текущий счет. В надежде на то, что рынок развернется, и эту просадку отработает вам еще больше плюсов. Тут уже на ваше усмотрение мне нравится больше первый вариант. То есть пускай он теоретически сливает, но та прибыль, которую он зарабатывает между сливами, она будет очень достаточно высокой, судя по потенциалу у этого робота. Либо еще одна стратегия есть на агрессивных настройках. Например, вы запускаете робота тысяча долларов, лоб 0,02, агрессивные настройки. Он вам дает, например, за месяц 100-150%, то есть разгоняя ваш депозит до 2-2,5 тысяч, и вы все равно оставляете 0,02. То есть вы его не увеличиваете лоб. Таким образом, вы разогнали депозит, и, соответственно, у вас уже сможет более глубокие просадки выдержать, он будет давать ту же самую доходность в долларах, но в процентах она, естественно, будет меньше. Таким образом, не увеличивая лоб, вы разогнали свой депозит, и плавно перешли с агрессивных настроек на умеренное и потом на консервативное. То есть таким образом тоже можно работать. Главное не повышать лоб до разгона депозита. Я думаю, что с этими стратегиями более-менее понятно. Если вопросы где-то потом будут, то можете задать, я на них отвечу. Последний момент, о котором я хотел бы поговорить перед тем, как мы, значит, начнем отвечать, я начну отвечать на ваши вопросы, это самая распространенная ошибка, которую я увидел за последнюю неделю. и я думаю, что важно очень проговорить их сейчас, чтобы вы знали об этих ошибках, знали, какие действия вы неверно совершаете, и в будущем вы их больше не совершали. Первая ошибка это не следование рекомендациям компании. Я на каждом вебинаре не по одному разу рассказываю, что мы торгуем только с понедельника по следу. компания дает рекомендации торговать с понедельника по следу, в среду вечером необходимо выходить с рынка. На прошлой неделе была очень классная ситуация, когда в среду вечером на счетах не было больших подсадок, подсадочки были небольшие, поэтому часть людей, не знаю, больше или меньше, но много очень людей вышло с рынка, как бы они сейчас очень комфортно чувствуют, у них подсадок вообще нету, вот, но часть людей пожадничала и решила торговать в четверг-пятнице. Значит, как компания это дело интерпретирует? Данный робот уже торгует более трех лет, протестирован, у него есть опыт, и компания говорит, что лучший результат он показывает с понедельника по среду. В четверг, в пятницу самые большие просадки, и можно нарваться, как бы, на, получается, на equity-протектор, потому что, ну, они все с equity-протекторами торгуют на консервативных настройках, хедж-мондах. Если же вы, конечно, не будете торговать по агрессивным настройкам и без equity-протектора, то есть шанс поймать депозит. Те, кто на рынке уже хотя бы там два-три месяца торгуют, я знаю, таких ребят много, и они уже это поняли на своем опыте, что четверг-пятница это реально опасные дни, потому что это самые такие вот, ну, волатильные дни, там много новостей различных важных и очень сильное движение рынка происходит, поэтому безопасно выходить в среду вечером. Четверг-пятницу торгуем только на свой страх и риск. Кто хочет лишний раз рисковать, ну, в пятницу вообще не рекомендуется в любом случае торговать. Четверг, ну, на свой страх и риск, как бы, ну, компания раз говорит, что это не особо эффективно, да, то есть, возможно, какую-то прибыль будет давать, дополнительно один день, если мы будем торговать, ну, и чаще мы будем попадать в просад, которые могут закончиться эквити-портектором у нас, и, соответственно, прибыль будет съедаться вся. Поэтому, как бы, смысла рисковать особо нету, но лучше следовать рекомендациям компании торговать как дельник и последовательно. Вот, это первый момент. Кстати, тоже очень важный момент, я знаю, что некоторые пишут, что их спонсоры, они прямо продвигают торговлю в четверг-пятницу, не нужно быть жадным, рынок не любит жадных и наказывает больше всего. Лучше зарабатывать аккуратно, немножко, потихонечку, как бы, но стабильно, долгосрочно, без каких-либо рисков. Те, кто начинают жадничать на рынке, они за это платятся очень дорого. И на моей практике просто, ну, бешеное количество случаев было, когда жадные люди, они либо все сливали, либо попадались в такие просадки, с которых потом долго находили, и, ну, просто на опыте сказать, что, ну, какой струнслух. То есть, и мне кажется, пока каждый человек сам не пройдет через это, он, ну, все равно будет пытаться забрать по максимуму станка. только на своем можно почувствовать. Поэтому не будьте жадными, работайте в долгосрочную, рассматривайте компанию как долгосрочная хорошая компания, робот реально классный, он может приносить хорошую прибыль, как я говорил, даже те же 10-40% в месяц на дистанции, то есть, это не какая-то финансовая пирамида, все деньги лежат на ваши счета, просто каких-то инструментов, я не знаю просто где можете найти, с такой доходностью классных долгосрочных инструментов, при этом полностью контролируя свои финансы. Но многие люди делают просто классного инструмента финансового, делают не знаю что, ставят какие-то агрессивные настройки, попадают в какие-то просадки дикие, сливаются депозиты и потом говорят, что все это не работает, хотя сами совершали кучу ошибок. Торговля с понедельника по следу. Следующий момент, открытие, закрытие, сделок вручную. Периодически читая в чате и в личное сообщение мне приходят сообщения постоянно, что может быть здесь сделку нужно открыть, может быть здесь нужно закрыть. Честно скажу, как бы со стороны трейдера даже, то есть я сам торговал на Форекс более трех лет, поэтому у меня есть определенный опыт. И самое главное, что я могу заметить, то есть пытаются влезть руками в работу робота, это те люди, которые вообще не имеют никакого опыта чаще всего. Мы для этого и ставим робота, для того, чтобы он делал все действия автоматизированно, без нашего участия. Потому что у новичков на Форексе частей через это подходят, преобладают эмоции. И большинство людей, почему на Форексе большинство людей теряют деньги? Потому что эмоции предобладают над здравым рассудком, они начинают паниковать, то есть когда у вас небольшой минус или плюс, вы чувствуете себя комфортно, у вас все хорошо, все работает отлично. Как только пошла просадка, вы впадаете в панику и начинаете совершать необдуманные действия, которые приводят к сливу депозита. Кто-то начинает рисковать, какие-то там вручные сделки открывать большими лотами, чтобы начитаются там прогнозы в каких-нибудь что вот сейчас по-любому лотам от этого уровня, а рынок в итоге не разворачивается, в итоге попадают. Либо наоборот, многие закрывают сделки, то есть боятся просадки, видят, что там какая-нибудь сделка с большим лотом открыта с минусом, закрывают это как бы. Из своей практики скажу, не нужно вообще руками лезть полностью, не нужно ничего открывать, ничего закрывать. Все на ваш страх и риск, я лично торгую, вообще ничего не пробую, просто вообще ничего не нужно трогать, никогда сделать крышную не открывал, не закрывал. Единственное исключение составляет то, что если у вас стоит weekly goal, еженедельная цель очень большая, и в среду вечером вы, например, не закрываетесь по этой еженедельной цели, то можно закрыть все сделки полностью на роботе для того, чтобы выйти с рынка. Это единственное исключение, что можно делать руками. Вообще, конечно, рекомендуется лучше weekly goal сделать немножко поменьше, выходной по ней. Но если не вышли, это единственное действие, которое нужно делать руками. Исходя из своей практики торговли, я давно торговал роботами, вот Гамиль, там, та же ситуация, то есть многие полезли руками, все они из-за этого очень сильно попутились, как бы рано или поздно. Я, что ни там не трогал ничего, у меня там отличные результаты были, что и здесь вообще руками никуда не лезут. Поэтому, ну, руками ничего не нужно делать, ничего открывать не нужно, ничего закрывать не нужно. робот зашит алгоритм, он сам знает, когда им какие сделки открывать, когда закрывать, он сам всю работу сделает. Следующий момент. Отключение робота. Многие, когда ведут просадку, пошла просадка, например, 20-20%, панике отключают робота, чтобы он вообще не торговал. При этом нарушается полностью алгоритм торговли робота, там очень много модификаций происходит, он постоянно открывает сделки, постоянно закрывает сделки. Постоянно передвигают тейк-профит и стоп-лоссы. Если вы отключите робота, у вас вообще все полностью сбывается. И при просадке, когда просадка небольшая, ничего страшного обычного не бывает, но если большая просадка, у вас не открываются усредняющие ордера, у вас не открываются хеджирующие ордера, у вас, например, по каким-либо парам закрылись ордера, либо движение прошло в вашу сторону не передвигаются тейк-профит и не идет трейлинг-стоп, то есть полностью у вас отключается работа робота, и чаще всего у вас образуется еще большая посадка, если вы отключили робота, либо вы в ней можете висеть до бесконечности, потому что рынок такая штука, она может никогда не вернуться, она никогда может не вернуться на те значения, на которых она была. Она может улететь и потом в течение года, например, колебаться на тех значениях и никогда не вернется, либо наоборот наверх уйти и там колебаться вверх-вниз, и даже с хорошими откатами она может не длинить до той цены, по которой вы открывались. Вы можете открыть графики, поменять таймфрейм, например, на еженедельный и посмотреть, как цена вела себя за последние 20 лет, чтобы это осознать, что бывали такие моменты, что цена иногда не отходит, но при этом вы все увидите, может идти в одну сторону бесконечно долго. Всегда, когда идет либо рост, либо падение, цена идет с откатами, с коррекцией. На этих коррекциях как раз-таки помогает уследнение и закрывает все сделки, все минусы, минуса перекрывает. Поэтому робота отключать на новостях можно, чтобы он не открывал сделок целую кучу. В пятницу вечером, если вы торгуете в пятницу, опять же, не по рекомендациям. Вот, другие моменты я не рекомендую отключать робота, потому что все сбивается и это вам не поможет скрысти ваш депозит. Следующее. Вот в чате я сегодня и не только сегодня уже видел неоднократно, что многие люди узнали про такую фишку, которая называется замок и начали ее использовать. Причем используют ее тоже неправильно, опять же. пошла просадка 20-30 процентов, берут пару, на которой самая большая просадка открывают вручную и сделают противоположную сторону, таким образом и сохраняя маржу. Но рынок откатывает и вы себя только загоняете, вы не мешаете роботу отработать эту просадку и вы только хуже делаете. И если он идет в вашу сторону, вам потом нужно вот этот замок перекрывать, на это уйдет очень много времени и сил. Замок реально классная тема для спасения счета и увеличения маржи. Но на мой взгляд, опять же скажу, ее выгодно использовать, когда у вас прям вообще все. То есть, например, уровень стопауда 40%, у вас уровень маржи остался процентов 80-60, то есть прям уже все перед закрытием счета, и больше других ситуаций нет, то есть нет возможности выполнить критической ситуации, и вам нужна просто свободная маржа. Можно там 100% еще ладно, пойдет. Нужна свободная маржа для того, чтобы не слить депозит, потому что уже вариантов нет. Вы просто открываете сделки в противоположную сторону, на той паре, которая у вас по самой большой процедке. Соответственно, у вас уровень маржи увеличивается, и там дальше пойдет, то есть там шанс 50-50. Если как бы уйдет в нижнюю сторону, как бы у вас такие ордера, которые вы открыли, они уйдут в плюс хороший и будут держать вас на плыву. То есть вы сможете выдержать более глубокую просадку, когда по другим парам будут открытия, происходить закрытия сделок и баланс будет нарастать. Если же вы уйдете в вашу сторону, то соответственно вам придется выходить дольше гораздо из этой просадки, потому что вы открыли сделки, они пошли в минус и соответственно выйти гораздо дольше получится. Но при этом если был выбор слить счет либо открыть такие ордера, то конечно будут выходить дольше из просадки и вдруг что-нибудь получится, чем вообще ничего не пытаться сделать. Поэтому замок я лично считаю, что имеет смысл использовать в самых критических случаях, когда уже уровни маржи не достаточно ни для чего, ни для открытия новых сделок, ни для торговли, вы просто решили спасти счет. Но ни в коем случае не при просадке 20-30% вы просто себя загоняете в очень плохую ситуацию. То есть вы просто сбиваете работу у робота и вы будете из этой просадки вечно выбираться. Поэтому используйте только экстренные ситуации. Следующая, значит, последняя, наверное, последний пункт это по поводу чата я хотел бы отдельно поговорить, который у нас с вами есть по рингеру чат поддержки. И хотел бы обратиться к людям, если вы, конечно, присутствуете, присутствуете. Просьба не давать рекомендации, если вы не знаете точного ответа. Не давать какие-то свои догадки, не давать какие-то свои предположения. Вот если человек задает вопрос в этом чате и вы на 100% уверены, что нужно сделать так, не просто думайте либо а может быть так, а может быть нет. не давать ответа, потому что очень много рекомендаций есть, ненужных, неправильных, которые я читаю в этом чате. И стоит понимать, что в чате очень много новичков, которые не знают, что делать, они следуют этим рекомендациям, полагая, что вы какой-то эксперт, и в итоге загоняют загоняют в не очень хорошие ситуации. Потому что рекомендаций просто куча была. Самая крутая рекомендация, на мой взгляд, топовая, это аналитика. Короче, скидывание прогнозов, что все, короче, сейчас подойдет до этого уровня и отскочит 100% вверх. Либо сейчас по любому будет падение. То есть я скажу так, что рынок можно только прогнозировать. Его нельзя никогда предугадать. На том рынок, то есть мы никогда, никто никогда не знает, какая будет цена на рынке в будущем. Ее можно только прогнозировать на основе предыдущих значений. На 100% никто никогда рынок не сможет прогнозировать правильно. Если вы прогнозируете рынок на 60-70%, в вашу сторону, это реально классный результат и те трейдеры вообще зарабатывают просто бешеные деньги. То есть треть прогнозов даже у самых топовых трейдеров идет в минус. Поэтому движение цены не предугадать. Я вот сегодня тоже в чате писал относительно вот этих прогнозов по уровням. То есть куда пойдет цена вверх либо вниз. Это как пальцем не могу поговорить 50-50. Она может пойти вверх или вниз. она может не следовать этим уровнем. Это тоже 50 на 50. Это всего лишь прогноз. Люди, которые торгуют по этим прогнозам, они используют всего лишь 1% от депозитов своей торговли. И они готовы 20 прогнозов подряд, например, в не ту сторону отработать, у них просадка по 20%. Но когда у вас на кону есть депозиты, вы слушаете мнение каких-то экспертов, которые говорят, что вот от этого уровня он точно отскочит и пойдет в вашу сторону. блин, это бред, короче. Я человек, который разбирался в Форексе, изучал просто тысячи стратегий различных, изучил все полностью индикаторы, все, что возможно на этом рынке. И я скажу, что вот я могу продемонстрировать рынок с точностью 60-70%, но я этого делать не хочу и не буду, потому что это слишком большое количество факторов и это со 100% вероятность этого сделать никуда невозможно. Я считаю, что на рынке Форекса долгосрочно можно зарабатывать по математическим моделям. А это торговый робот, который как раз торгует по этим алгоритму. Ну и в подтверждение моих слов у меня есть много знакомых, которые торгуют на Форексе пять более лет, и у них роботы различные есть, которые дают там 50-100% гбдв. Они все по таким алгоритмам торгуют. То есть никакие не анализы, не там треугольник, ничего. Это просто математика обычная. Поэтому для этого мы ставим роботом, чтобы самим не думать, не прогнозировать, не читать аналитику, не отслеживать рынок вообще. Все очень просто. Все очень просто. Поставили робота, особенно версию 3, и он за вас всю работу делает. Вам вообще не нужно никаким образом влиять на рынок. Чем меньше вы делаете, чем меньше вы паритесь, тем больше вы зарабатываете. Все. Вот это основной момент, который я хотел сказать. Сейчас начну отвечать на ваши вопросы. Так, поехали. Я платила робота 19 мая, когда следующая профлата? Робота на реальных деньгах с понедельника, то есть 19 мая до 3-й июня робота была оплачена. Робота была на денную счету до 3-й июня. Мы покупаем лицензию, получается, 19 мая, и, соответственно, 19 числа каждого месяца у нас будет ежемесячное списание. Точную дату и точное время списания вы можете посмотреть в личном кабинете, раздел «Ордер и хистори» у вас написано, когда у вас будет следующее списание. Скорее всего, это будет 15-го июня. То, что вы торговали на демо-счете, это не дает никаких преимуществ. Вы оплачиваете месяц, полный календарный, и, естественно, торгуете месяц. То есть, если вы торговали на демо, либо на реальном, он все равно 19-го закончится. Потому что, если бы демо-счет был бы бесплатным, тогда вообще можно этого робота было бы не оплачивать, поставить копирование, сделать просто с демо-счета, и все, и все бесплатно вы торговали, как мы работали. Вот. Далее. У меня лицензия до 17-го июня проплачена. За сколько дней мне проплачивать новую лицензию? Какая цена? Ежемесячно 169 долларов будет. Проплачивать вручную самому ничего не нужно. Рынок Америки, в Америке, ну, как бы, кто живет, знает, как бы для них это нормально. У них все сервисы, с которыми люди работают, происходит подписка. То есть, вы подписались на сервис, у вас автоматически с карты 17-го числа будут вписываться ежемесячные деньги. Если вы хотите поменять карту, вам нужно зайти, например, вы решили оплачивать с другой карты, вам необходимо зайти в личный кабинет, в раздел «Профиль», по-моему, и там есть сразу наверху кнопка такая «Update credit card». Вы заходите, вводите данные новой карты, сохраняете ее, и на эту карту будет осуществляться подписка. То есть, с этой карты автоматически деньги будут списываться у вас. И также, если вы решили отменить подписку, это можно делать также в личном кабинете раздел «Cancel Services». Я сейчас установил робота, у меня все наследится синим. Сейчас есть бесплатный период, или он будет торговать, пока не оплачу лицензию. Сейчас есть бесплатный период, но бесплатный период закончится сегодня ночью, завтра максимум. Поэтому желательно сразу оплатить сейчас, чтобы робот не встал. То есть отключат, например, лицензию, и ночью он у вас остановится, они будут торговать, и, соответственно, собьется весь алгоритм. Поэтому лучше оплатить. Последняя версия робота предлагается автоматическое отключение и отключение в новостях, автоматическое отключение в понедельник, отключение в среду. У меня не отключаются, у всех так или только мне так повезло. Третья версия, да, кто ее поставил. Кстати, на сайте она анонсирована будет, наверное, на выходных. Сегодня задавали вопрос в лидерском чате американском, и директор компании ответил, что все начнем торговать, и версия появится в следующей неделе на сайте. Так, пока вы можете ее скачать с наших чатов. Она есть в чате рингера в закрепленном сообщении. Также мы скидывали ее в чат ForexHackers нашей команды, версию третью, и ее можно поставить. На новостях он автоматически отключается. Мы сами выставляем те значения, за сколько новостей отключаться, через сколько отключаться. У меня есть инструкция очень подробная, там видео я записывал. Если вы как бы не разбираетесь в настройках, как бы у вас опыта мало, то посмотрите обязательно эту инструкцию, вторую часть. Этой инструкции я очень подробно рассказываю про то, какие настройки поставить и какие значения как выставить. Возможно, у вас нато не стоит отключение по новостям, там нужно еще нажать Yes, чтобы она отключалась. Если у вас автоторговля включена, то у вас робот запускается в 2 часа ночи по Москве в понедельник автоматически, в среду он не закрывается. Единственное, что сделки у вас не закрываются, если у вас тринд отключен на четверг-пятницу торговля и сделки у вас остались, то сделки так и останутся. Если он не закроется по weekly goal, еженедельная цель, либо equity protector, просадка, если у вас не закроется по этим данным, то сделки они останутся. Либо и хрючную можно закрыть будет, либо уменьшить, например, купить любое значение, чтобы он закрыл автоматически все. Какой equity protector должен стоять при депозите 1000, лоб, 0,01? 90% это много. По поводу equity protector есть два варианта. Первый вариант это 20%, второй вариант это 90% и выше. Значение между ставить не рекомендуется, то есть 30-40% в принципе такая просадка вполне возможна, и вам придется с ней очень долго отбираться. Представьте, что вы за 3, например, 40% от депозита, и вам потом придется реально очень много зарабатывать, чтобы эту просадку отбить. Поэтому здесь либо рискуете небольшой частью 20% от депозита, которое отбивается очень быстро, там максимум за 2 недели, либо вы рискуете 7 депозитов. Весь депозит от 90% и выше. Вообще компания рекомендует, естественно, консервативные настройки и equity protector 20. Я на консервативных настройках также работаю с equity protectorом 20. На агрессивных настройках лучше не ставить, потому что у вас будет, он очень часто закрывается, у equity protector, и, возможно, чаще, чем давать прибыль. Потому что на агрессивных настройках 20% это абсолютно рабочая подсадка. Как скачать и установить компас? Компас – это не робот, компас – это торговые сигналы. Инструкцию мы скидывали в наш чат ForexHackers, можете посмотреть. Там нужно вступить в чат в Телеграме. Это чат в Телеграме с сигналами. И также там есть инструкция, как этими сигналами правильно пользоваться. То есть как чуть-чуть треугольники, как входить в сделку, как правильно тейк-профита 100% составлять. По поводу компаса, кстати, как только 247 долларов будет, чат, скорее всего, тот закроют бесплатный, который сейчас есть. Компас сейчас на данный момент также бесплатен для всех. И, соответственно, он будет доступен бесплатно только тем, кто получил 197 долларов. Будет какой-то чат с привязкой к аккаунту, также платный. То есть только платные партнеры смогут пользоваться. Ну, кто 197 платил, либо его отдельно покупать придется. Пока что бесплатно. Можете прямо сегодня это сделать, посмотреть, какие там сигналы были, потестировать вам. Компас – это версия робота? Нет, компас – это не версия робота. Компас – это ручная торговля по сигналам, по различным паттернам. То есть приходит сигнал, и, соответственно, мы вручную сами открываем сделку, ставим стопост и профиль. По этой причине как раз-таки я с компасом сейчас, к сожалению, не работаю, хотя хотелось бы поработать, потому что инструмент классный, те партнеры, которые работают, получили классные результаты с ним, но у меня просто времени вообще не хватает. Я полностью на рингере сконцентрирован. С одной стороны, это и пассивный доход, с другой стороны, и все время я трачу на работу с командой сейчас, потому что, ну, вопросов просто море. Что-то я пропустил, когда можно купить вторую лицу на аккаунте. На этом самом аккаунте, ориентировочно, через 2-3 недели можно будет приобрести, как только будет доступен для продажи продукт Ringer. Сейчас продают подписку на СИП. Вот. Это связано с законодательством США, потому что там нужно получить дополнительные лицензии, которые требуют времени. То, что их дадут, никто не сомневается, но времени это требует трошечки в этой неделе. Да, тут уже ответили. Если не ставить версию 3, вы можете версию 3 ставить, но вам необходимо будет вручную отключать торговлю на новостях и потом включать, что очень как бы неудобно. Те, кто этим занимается, уже особенно по ночам по австралийскому долгу, например, либо поение. Ну, это реально неудобно. Если вы сидите за компьютером постоянно, в принципе, вы можете эти действия ручную делать. Но зачем делать вручную, если все можно предоставить роботу? Я говорю, вот сейчас третья версия робота настолько автоматизированная, что в принципе, если поставить, например, небольшую weekly goal, например, 5-7% на консервативных настройках, либо там, ну, может быть, 15% на умеренных, там процентов, даже не 15%, процентов 10-12% на умеренных и процентов 12-15% на агрессивных настройках, можно просто включить робота и вообще забыть про него и больше вообще туда не заходить. Он сам будет полностью справляться со всей работой. То есть робот максимально автоматизирован уже стал как раз-таки из-за третьей версии. Если вам нравится вручную заниматься этим, занимайтесь, как бы, ваш право. Третью версию уже большинство людей запустило, мы уже, получается, третью юбилю, на третьей версии торговые. Это реально классная тема, вообще полностью автоматизированная, поэтому информация есть во всех чатах про третью версию и, естественно, конечно, можно запускать. Чем отличается версия 2 от версии 2? Самое главное отличие это в том, что там стоит новостной фильтр, то есть робот, он автоматически отключается по новостям. То есть, я, например, поставил, он за 15 минут до каждой важной новости отключается, через 30 минут после каждой важной новости отключается. У меня фактически. То есть мне вручную эти действия делать не нужно. Это очень существенно снижает риски. Потому что, если выйдут, например, новости, на той паре, по которой у вас открыто много сделок не по вашей стороне, пойдет резкое движение, даже если, как сказать, даже если не так много сделок, да, пойдет очень сильная свеча, и робот у вас будет открывать сделки каждые 21 пункт. Соответственно, пойдет свеча на 100 пунктов, например, у вас откроется 5 сделок. Хотя, если бы он отключился, у вас открылась только одна в конце. поэтому это реально классный робот. И по-любому в новостях нужно отключать, что в Абитопаде свой депозит. Если робот не выполняет цель за неделю и стоит подключение торговли к четверке, пятницу, он в любом случае отключится. Какая цель неделю оптимальная? Да, робот, если у вас стоит отключение у вас робот включится, но сделки останутся открытыми. Насчет целей. Смотрите, я скажу, максимальное значение по каждым видам настроек вы можете поставить поменьше. На консервативных настройках 002, ой, 001 на 2000 максимум 10% ставим, где-то 7-10 можно ставить. Умеренные настройки 001 на 1000 мы ставим максимум 20%, это максимальная цифра, которая реально может быть достигнута до среды. Это получается, ну, можно ставить 15-20%, можно даже поменьше четка. И агрессивные настройки максимальная 30% лучше ставить, больше 30%, нет смысла ставить, это будет рискованно очень. Можно ставить 20-30% на агрессивных настройках еженедельно. Если я 29-го числа оплатил, пропады снимут, следующий плату 29-го у меня. Да, должно снять 29-го у меня, в разделе ордера history в кабинете у вас более подробно написано, то есть, какого числа и в какое точное время. Как происходит остановка торговли, если по настройкам нет, торговля, что я кондиционно скрываю серти-райс, поделись от чистого листа. Если у вас сделки остались открыты и не было достигнуто вики-го либо экзотипротектор, то в следу вечера вам необходимо закрыть сделку самостоятельно. Мы не закрываем сделки только в одном случае, если у нас в следу вечером большая просадка, соответственно, тогда мы сделки не закрываем. А так, да, если мы сделки закрылись, понедельник с чистого листа. Андрей, скажи, продавал период оплаты за 197 партнеров скинули, что сейчас на сайте 247. Все, значит, уже закончилась. Значит, уже закончилась акция, поэтому 247 теперь только. Все, кто успел, все платили акции, по крайней мере, сегодня точно была такая цена, и у меня человек пропустил скинули на сайте. Можно ли менять недельную цель в процессе работ робота, или надо его останавливать? Да, можно. Недельную цель можно менять, equity protector можно менять, и потом level range можно менять, это значение получается grid сетка 21, которая стоит. Также можно менять максимальное количество ордеров, и 12 тоже можно менять. Не рекомендуется менять плод, вообще, вот это, кстати, тоже одна из важных проблем, что многие любят менять плод, плод менять можно только в случае закрытия сделок полного. Как выводить деньги только на ту карту, которую выделили? Выводить деньги из брокера, там вариантов много, в зависимости от брокера, там много реальных вариантов, то есть некоторые брокеры позволяют вводить на другие карты. В большинстве брокеров, например, вам есть условия, что, например, вы ввели с карты, например, 500 долларов, вам нужно 500 долларов ввести обратно на карту, а все, что выше, вы можете выводить вообще абсолютно в любом способе, то есть в зависимости от брокера вашего. Надо спрашивает, автоматически не отключается новостяк, не должен отключаться. Кстати, тоже такой момент очень интересный. Многие думают, что отключение новостях это робот он отключает кнопку торговли вам. Это не так совершенно. Робот не имеет никакого доступа к вашему терминалу, он не может отключать только самого себя. Чтобы проверить, останавливается робот на новостях либо нет, у нас там есть статус. Это очень важное поле, и мы всегда можем видеть, если у нас ошибка какая-то, он пишет, какая-то ошибка. А если у нас какой статус торговли? Если у нас статус трейдинг, значит робот торгует. Останавливается он таким образом, что там написано паузе, тифонюс, остановлено на новости. Соответственно, если у вас пишут, что остановлено новость, значит все отлично у вас. Третья версия сырая, пока что на свет устали, так как стоят и лучше устали. Чем она сырая конкретно, расскажите мне. Там все то же самое абсолютно. Алгоритм они не переписывали, ничего не меняли, они добавили на основной фильтр. И еще там некоторое значение. Как бы алгоритм работ робота никак не изменяется, просто закрывается на новостях. Как бы я не знаю, вот честно я скажу, что я ни одной проблемы не видел с третьей версией никогда. Были вопросы по третьей версии у некоторых людей, но это вопрос того, что человек сам неправильно что-то сделал. Третья версия, ну отлично, я сам торгую вторую неделю все отлично. Пипс это короче такие вопросы лучше конечно спрашивать угла поверхностно, чтобы временно вебинаре не тратить пипс это одно деление на график. То есть видим, у вас цена бегает вверх-вниз и там есть ценник минимальное значение проще пипс. Кстати, вот тоже очень интересный момент в разных странах это значение может по-разному клипироваться. У нас например в России среди трейдеров с которыми я общаюсь пипс это по-тизнакам. То есть одно деление по-тизнакам это одно деление по-четырех знакам. То есть 10 пипсов равно одному пункту. А вот в Америке там наоборот короче. Вот поэтому как бы я не знаю как это сказать. То есть смотрите сами. То есть например если пишется там большие значения например 210 понятное дело что по-тизнакам. Если стоит 21 значит по-четырех знакам. Можно ли добавить в торговлю еще валютная пара или выбрать другие? Не изобретайте велосипед. Все уже давно протестировано проверено отработано на практике выбор на самое лучшее что можно. Я не знаю зачем что-то придумывать самостоятельно когда можно просто следовать рекомендациям и зарабатывать спокойно. Все на свой страх и риск. Естественно можно на ваше усмотрение. Ну как показала практика те кто следует рекомендациям зарабатывать нормально хорошо долгосрочно те кто пытается что придумать какие-то там постоянно что-то там открывают закрывают пары добавляют что-то там еще делают направления там сами выбирают и так далее то есть у тех обычно проблемы бывают больше всего поэтому не рекомендуется рекомендуется следовать рекомендациям компании все остальное делать не рекомендуется только на ваш страх и риск и лучше этого не делать потому что чаще всего это никакой пользы не принесет почему робот закрывает трудно минусовые ордера есть множество факторов но сам по себе он их не закрывает возможно вы бы изменили какие-то настройки возможно что-то там например не знаю вас прослетело что-то неправильно сделано то есть сам по себе он минусы закрывает или не может закрыть возможно это был типа тектора возможно там какие-то значения достигнуты то есть что-то произошло возможно что-то в настройках там поменяли вот я не знаю я ничего не меняю никогда у него поставил я настройки он работает спокойно и ничего не закрывает те кто обычно что-то меняет в терминале постоянно у тех в основном какие проблемы возникают если завтра будет большая просадка просто отключить торговлю а сделки оставить на четверг и пятницу если за четверг и пятницу при этом в торговле просадка не уменьшится на этой неделе очень классный случай и очень самый тяжелый случай стоит знаю что много новичков стоит запомнить что первая неделя месяца всегда самая опасная для торговли потому что это NFP неделя данные о безработице США также завтра будет четверг будет пресс-конференция европейского банка там тоже могут просто тысячу пунктов нести поэтому на этой неделе вообще ни в коем случае четверг-пятницу лучше запускать потому что на рынке будет возможно жесть а если выйдут данные отклоненные либо что-либо на конференции не так скажут четверг-пятница очень жесткие дни поэтому лучше не торговать вообще например в середине месяца следующей неделе либо через неделю как я лично делаю если у меня есть небольшая просадка я ее закрываю если просадка побольше я не хочу ее закрывать я смотрю новости то есть бывает иногда такие недели что четверг-пятница нет новостей спокойные дни и в принципе спокойные дни конечно же можно запустить опять же на свой страх и риск не рекомендуется запускать только последние недели месяца потому что много всяких отчетов много новостей рынок волатильный последние недели месяца и первая неделя месяца это две самых опасных недели для торговли на остальных неделях можно смотреть по новостям четверг-пятницу если нету новостей у вас есть просадка соответственно можете запустить как обновить робота до третьей версии так же как и вторую ставили просто закинуть файл в раздел каталог данных и перетащить на графике настроить у меня есть видеоинструкция везде куда я скидывал файлик с версией 3 я скидывал видеоинструкцию с подробным объяснением как правильно установить и как настроить ее запись будет да запись будет в чате все записи всех вебинаров у нас есть уже ссылка есть на данный момент идет прямая трансляция на ютубе у нас то есть очень много людей к нам нас на ютубе смотрит в зуму сейчас 41 человек на ютубе наверное тоже там много народу и запись с ютуба она сохраняется у нас в чате и можно посмотреть будет если вы по каким-либо причинам не попали на вебинар ну я рекомендую просматривать все-таки записи потому что это все-таки бизнес это деньги это инвестиции как бы и нужно относиться более серьезно к этому с одной стороны нужно относиться просто да особенно в торговле роботов не нужно там вот я поставил он торгует все то есть я никаких действий не совершаю вообще многие там пытаются аналитику что-то искать прогнозировать рынок придумать вот это как бы не нужно делать вот но относиться как бы нужно более серьезно мне кажется вообще к той информации потому что многие даже не знали что вообще бесплатный период некоторые люди написали я там зарегистрировался по ссылке когда-то как там дела вообще вот можно там как-то сейчас бесплатно получить уже то есть пропустили уже все так на этот вопрос я уже отвечал торговать продуктивнее чем ждать ну если вы трейдер я говорю вы можете торговать как бы сегодня вы закрыли плюс а завтра вы сольете щеткой все но ваш страх и риск я в начале вебинара говорил что не рекомендуется руками вообще лезть за исключением следу вечером закрывать если у вас остались остальное вы можете делать все что хотите и как бы это это ваше право полностью вам никто не запрещает ничего делать но еще раз скажу исходя из практики чаще всего чем это заканчивается чаще всего заканчивается сообщением или звонком мне Андрей давай выйдем на скайпе я тут сделки открыл здесь закрыл короче у меня тут такая фигня что делать ну вот как бы вот этим обычно все заканчивается поэтому если вы роботный трейдер вы разбираетесь вы знаете что нужно делать вы не знаете как помочь роботу конечно помогаете как бы но у нас просто ну основная аудитория это новички которые не знают они могут наслушаться советов вот таких вот да по открытию и потом лезть и что-то там сбивать все и потом как бы ну спонсоров своих доставать чтобы помогли разводить ситуацию поэтому лучше руками не лезьте вообще можно ли поменять вторую на третью версию робота да могу ли я на три японских пары основных меньше лота на три другие больше лота японские пары сильно проседают лучше иметь вот кстати тоже был классный вопрос в чате на этой неделе а можно ли например сделать там weekly goal по одним парам короче одну по другим парам другую а что будет собьется ли он там можно equity protect на разных парах поставить можно ли лот на разных парах поставить а исходя из стратегии робота у нас пары взаимосвязаны да то есть у нас получается робот трейд рингер и пары они идут кольцами они друг друга замещают то есть если у вас по одной паре будет лот больше а по другой меньше то есть возможно уже некорректно что-то будет работать вот и поэтому делать так не рекомендуется а желательно не желательно рекомендуется чтобы были одни и те же настройки на всех графиках абсолютно как бы ну если вы сделаете разные настройки потом рано или поздно будет приведет какие-нибудь последствия не очень хорошие посвятить по таймфрейму лотности к нему по поводу таймфрейма кстати тоже очень хороший вопрос компания сказала рекомендуется торговать либо на H4 либо на D1 вы выбираете любой как бы ну я торговал так и так разница особо там не заметила может быть где-то там что-то есть на всем ну как бы H4 D1 особо не принципиально я так думаю вот на более консервативных настройках можно D1 поставить на более агрессивных H4 вот но не нужно изобретать велосипед не нужно пробовать на M15 торговать я видел кто-то догадался на M15 уже поставить кто-то на H1 торгует короче я не знаю почему люди хотят вечно что-то придумать робот протестирован дает отличные результаты на H4 либо D1 ставьте вот H4 либо D1 и все ну просто ну не нужно другой деймфрейм устанавливать на него просто потому что и все даже не знаю как сказать я думаю объяснение не требуется даже насчет лотности лотность от тайфрейма не зависит лотность это зависит от того по каким настроекам торгуете консервативные агрессивные либо умеренные по поводу настроек я сейчас после вебинара скину в чат Forex Hackers в наш канал еще раз настройки потому что многие спрашивают хотя я до этого на вебинарах их показывал и другие чаты скидывал но сейчас еще раз прямо даже сейчас чтобы не забыть потому что мне начну звонить как обычно я могу забыть прямо сейчас скину а настройки основные которые необходимо поставить так так все я скинул три вида настроек можете посмотреть их и в чате Forex Hackers и выбрать те которые вам нравятся предварительно проконсультировавшись со спонсором который вам подскажет как лучше если вы не знаете какие настройки ставить то есть всегда начинайте с консервативных обычно все происходит наоборот все хотят как можно больше вот как бы если особенно у вас опыта нету поставьте консервативные настройки по продуктам консервативных настройках не торопитесь для вас продукт незнакомый рынок незнакомый зачем сразу себя загонять в какие ситуации с паникой вы еще не научились справляться то есть в первой же посадке вы начнете паниковать начнете какие-то там в чате рекомендации искать по уровням поддержки сопротивлениям по открытию сделок по отключению робота и так далее и в итоге наделаетесь только больше делов нужно сохранять хладнокровие нужно поучиться набраться какого-то опыта определенного сначала на рынке и потом уже с опытом потихонечку продвигаться я честно скажу что это на самом деле пустые слова потому что этим словам никто никогда не следует все хотят 95% людей они подтверждены эмоциям жадность страх эйфория когда роботы зарабатывают там все блин у меня там 20% за неделю там прям прыгают до потолка робот в посадку уходит там блин у меня просадка что делать паника там ночами не спят нужно отключить все эмоции робот это инструмент это машина без эмоций она прыгает вот спокойно я за него не переживаю сегодня два раза зашел посмотрел все нормально отлично то есть полностью без эмоций стараться подходить к этому рынку потому что на эмоциях чаще всего совершаются необдуманные действия неправильные действия и все люди сливают в основном из своих эмоций чтобы изменить настройки нужно отменить робота или процесс работы в зависимости какие настройки я уже отвечал на этот вопрос вот опять же насчет изменения настроек вот я не знаю я поставил настройки одни я их и менял вообще я вот не знаю зачем менять постоянно настройки то есть вы не знаю вас партнеры подключаете вы им сразу скажите расскажите про все виды настроек то есть вот есть такой вариант консервативный есть умеренный есть агрессивный с каким ты хочешь вариантом торговать чтобы он прямо определился и поставил эти настройки и все потому что многие любят постоянно переключать настроек я один раз зашел поставил все у меня вот робот один по год уже там полтора полтора месяца я даже вообще там не прикасался у меня там до сих пор первая версия стоит короче надо поменять проще на следующей неделе на третью потому что ну приходится на востях его отключать то есть я как поставил настройки полтора месяца назад они так стоят и даже не смотрел на загляд поэтому ну не нужно менять их то есть выбрали настройки выбрали стратегию то есть вы должны запланировать что вы хотите то есть если вы просто не знаете что вы хотите от рынка то есть переключаться с агрессивных на консервативное туда-обратно потом в зависимости от ситуации на рынке как бы ну это добра не доведет то есть вы выберете сначала стратегию запланируете как вы будете двигаться а если консервативные настройки да например долгосрочные работаете так то есть ставьте себе план и не отступайте от этого плана то есть четко следуйте плану если выбрали агрессивные настройки со снятием депозита выбрали все пропишите себе где-нибудь это не четко следуйте по плану не отступая от него ни на шаг потому что если у вас не будет плана торговли и под конкретных целей что вы хотите получить то есть вы будете вот так вот постоянно переключать настройки и где-то совершать ошибки акета кстати самый интересный момент вот я раз расскажу по поводу настроек исходя из Гамильтона как я уже говорил первая и последняя неделя месяца они самые опасные и вот в середине месяца обычно более спокойные недели то есть люди заходят в середине месяца торгуют более спокойно у них все аккуратненько просадочка маленькая прибыль небольшая они говорят блин 42 я мало зарабатываю просадки не больше надо больше поставить и под конец месяца они ставят агрессивная настройки под конец месяца начинается жара там две недели жары просто идёт нереально и они на агрессивных всех не в панике так всех просадками короче выбрались с агрессивных настроек отработали просадку всё закончилась короче неделя первая и закончились такие фу нафиг короче я не хочу больше испытывать такие эмоции, блин, все, я там натерпелся, короче, больше не хочу, буду консервативно торговать. Ставят, короче, после любви недели на, ну, как бы на второй неделе месяца консервативные настройки, и рынок опять, короче, спокойно становится. И получается, они торгуют на консервативных настройках на спокойном рынке и на агрессивных на волатильном рынке. То есть в зависимости от ситуации на рынке меняют настройки. Хотя наоборот, чем рынок дольше стоит, тихий, спокойный, тем сильнее будет движение в будущем. Чем рынок сильнее колеблется, тем дальше, как бы, он уйдет в спокойное русло. Поэтому наоборот, если рынок у вас долго спокойный, вы можете сделать еще более консервативные настройки, либо остаться на таких. Если рынок агрессивный, как бы, у вас, и вы видите, что все, как бы, закончились, если вы будете движение бешеное, как бы, можете, наоборот, поставить более агрессивные настройки, чтобы хуже рынка по максимуму. Но это так для профессиональных трейдеров, чтобы посоветовать. То есть выберите стратегию и следуйте ей четко. Не нарушайте ее никогда. В зависимости от ваших эмоций и достижения рынка. Перед переносец VPS на VPS нужно перенести к каталогу данных. Вам нужно перенести только робота. А если вы поставили другой VPS, скачиваете VitaTrader 4, устанавливаете его и добавляете к каталогу данных, естественно. Если вы не добавите, он у вас в перенаре не будет отображаться. Вот скажите, пожалуйста, остановили центровый счет. Получилось 47 тысяч долларов. Какой лот нужно поставить? Наталья, все зависит от того, на каких настройках вы хотите работать. Приведу пример. Если вы хотите торговать на умеренных настройках, как вы можете прочитать сейчас уже в чате, это 0.01 лот на 1000. У вас 47 тысяч, соответственно, вам нужно поставить лот 0.47. Если вы хотите торговать на более консервативных настройках, это в два раза меньше. Соответственно, там 0.23. Если вы хотите прям прогрессивно торговать, вы можете поставить там 0.94, да, например, либо 1 лот, короче. То есть как-то так. То есть все зависит от того, на каких настройках вы хотите торговать. Рекомендую все-таки начинать с более консервативных настройок, раз вы не знаете, соответственно, поставите лот 0.2-0.3, чтобы протестировать, посмотреть, как он работает, хотя бы месяц поторговать на более консервативных настройках. И далее, если вы решите, что вам не хватает адреналина, можно поставить более консервативным настройкам. Хорошо бы вебинар по партнерке, как продвигать и что вообще доносить? Да, все верно. Очень хорошо бы провести вебинар по партнерке, а не был вопрос в слайдах. Я тоже постоянно на вебинарах об этом говорю. Мы ждем слайды от компании по маркетингу и по продукту. А пока слайдов нету, и, соответственно, мы не можем проводить как бы вебинары, потому что у нас есть старые слайды, сейчас там идут некоторые доработки в маркетинге, что-то где-то меняется, что-то где-то в лучшую сторону, что-то убирается, поэтому маркетинг поменяется. Как появятся официальные слайды от компании, мы их переводим на русский язык, и, соответственно, я записываю инструкцию по маркетингу, ну, не инструкцию, а презентацию по маркетингу, чисто по маркетингу, чтобы можно людям было скидывать. Это раз. А во-вторых, будем проводить вебинары, естественно, и рассказывать на вебинарах про маркетинг. На данный момент, например, как я работаю. То есть я про маркетинг особо не говорю, говорю про робота, про те условия, дальше идет вопрос, естественно, про стоимость, про подписку, да, то есть я говорю, ежемесячная, то есть первый месяц 247 долларов, далее 169 долларов ежемесячно. Соответственно, если, например, не хочешь платить ежемесячную папу, ты можешь пригласить всего трех человек, и пока они будут оплачиваться, тебе абонентскую папу получить не нужно. То есть я вот на этом акцент делаю, то есть пригласи трех человек, тебе не нужно будет оплачивать абонентскую папу. Ну, это как бы круто. Вот. Некоторые останавливаются на этом, и приглашают трех, а потом говорят, слушай, ну, я пригласил трех, что дальше делать? Как бы я хочу по маркетингу зарабатывать. Ну, либо сразу, то есть я показываю людям возможности, что здесь реально очень много можно зарабатывать, здесь требуется очень маленькое количество людей, а очень небольшой объем работы, чтобы выйти на прям гигантские доходы. У меня многие ребята уже 3000 долларов за каждый месяц, статус, то есть, ну, это уже вышли на доход по 200 тысяч рублей в месяц. Это только самое начало. Вот, поэтому как бы маркетинг весь жирный. Еще тоже добавлю к этому. Мы проводили созвон с одной из команд, это было уже дожденька, может быть, даже месяц назад, и я более подробно рассказывал про маркетинг. Там на полчаса идет созвон, там все очень подробно рассказано. Попросите у ваших спонсоров о записи вот этого созвона с казахстанской командой, где мы про маркетинг им рассказывали. Прям вот каждый, получается, каждый бит бонуса подробно разбирали. Я думаю, что, ну, поможет посмотреть, чтобы иметь какие-то знания первоначальные. Если в наличии есть тысяча долларов, на каком счете лучше торговать, по центовым или над долларовым? Все зависит от того, какие настройки вы хотите использовать. Если это умеренное, 0,01 на тысячу, то есть вполне можно над долларом торговать. Если это агрессивное, 0,02 на тысячу долларов, тоже над долларом можно торговать. Если вы хотите торговать по консервативным настройкам, 0,01 на две тысячи, соответственно, вам нужно открыть центовый счет и поставить настройки меньше. Тысяча долларов – это 100 тысяч, получается, центов. Это получается лот 0,5 на 100 тысяч центов. У меня центовый счет 2 тысячи, депозит. Какую лотность поставить, 0,01, либо один лот, консервативные настройки. Испутался, какие лотность идут для центового счета, какие для долларов. Все то же самое, если у вас… Вы не обращайте внимания на значки вообще. Доллар, цен, без разницы. Если у вас 2 тысячи, значит лот 0,01. Если центовый счет 2 тысячи, я так понимаю, 20 долларов, да? Соответственно, лот 0,01. Это прям консервативные настройки. Я думаю, что на 20 долларов можно более агрессивно поставить. Если же у вас центы 2 тысячи долларов в депозит и центовый счет, соответственно, у вас в терминале показывается 200 тысяч, тогда рассчитывайте исходя на 200 тысяч, получается. Самое простое – это не смотреть на значки цен, доллар. То есть какая сумма написана в терминале, написано 100 тысяч, рассчитывайте на 100 тысяч. Написано там 50 тысяч центов, рассчитывайте на 50 тысяч. Долларов, центов, без разницы. Не только долларов, евро и рубли, и евро. Многие торгуют по 1 евро в их счетах. То есть то же самое. То есть евро, цен, доллар, без разницы абсолютно. Австралийский доллар. Про трех человек – это точно информация? Мне спонсор сказал, что на 4 тысячи. Для того, чтобы робот был бесплатным, нужно 3 человека. После этого робот у вас будет бесплатный. Если вы хотите зарабатывать по маркетингу, то нужно 4. То есть вы подключаете 4. Если вы подключаете в течение 10 дней, вам еще за первых 3 110 долларов подарком дают. Если нет, то уже начинайте 40 долларов с первого получать. Более донусы, более далее маркетинги. То есть для того, чтобы бесплатный робот был 3 человека, для того, чтобы по маркетингу получать, вырабатывается желательно 4 тысячи. Как минимум. Мне сегодня деньги пришли через не банковскую кредитную организацию. Это нормально? Честно скажу, что я не знаю, о чем речь идет вообще. Не понял вопроса. Откуда деньги пришли? Что за организация? Можно торнувать депозита. Не понял вопрос тоже. Что значит торнувать? В продолжение про четвертых личников 3 я размещаю в свою структу, а четвертую помещаю в структуру нерастоящем со слов моего спонта. Ну да, там всего только 3 ветки у вас. Четвертую вы переливом ставите в пользу. Торговать. Можно торговать на депозите 500 долларов. Да, можно торговать на депозите 500 долларов. Есть два варианта. Первый вариант. Либо вы торгуете по агрессивным настройкам слотом 001. Про агрессивные настройки я уже говорил, что это, возможно, где-то опасно. То есть это большая доходность, но при этом большие риски. Можно открыть центовый счет и положить 500 долларов на центовый счет. Они будут обожаться как 50 тысяч центов. И поставить настройки консервативные, либо умеренные, исходя из, получается, 50 тысяч. То есть это либо 0,5 лот, 0,01 на тысячу, либо 0,25 лот. 2 тысячи долларов, да, значит, 200 тысяч получается на счету. Нет, если у вас 200 тысяч, получается, то лот 1. Получается, вам нужно 0,01 лот вложить на 200. Ой, у нас, да. А, 0,01 на 2 тысячи у вас, да, лот 1 получается. Сто раз больше. Солнышко в глаза светит. Так, итак, у нас вебинар уже полтора часа идет. Я думаю, что все остальные вопросы мы разобрали. Если у кого какие-то вопросы есть, просьба писать их в чат. По трейдеру или в чат поддержки. Кто еще там не состоит, попросите ваших высшестоящих спортеров, чтобы вас туда добавили. Все вопросы мы там отвечаем. И также просьба, задавайте только вопросы по делу. Просьба не влудить. Кто будет влудить, мы будем просто блокировать доступ сообщений. То есть удалять их чата у вас не будем, но сообщения будем вам блокировать. И без возможности восстановления. Потому что, почему мы до сих пор не начали блокировать людей? Потому что личку в чат заваля сразу, я там не виноват, я там немного похудил, развалите меня, короче. И вот, чтобы этого не было, сразу заранее предупреждаю, что если вы, ну, как бы вам заблокировали сообщение писать в чате, да, то разблокировать будет невозможно ни по каким-то блогам, только с других аккаунтов вашего спорта или ваших партнеров вы сможете написать в чат. Поэтому постарайтесь ответственно подойти, не влудить в чате, не давать рекомендации, которые не по рекомендациям компании идут, потому что вы таким образом вводите людей в заблуждение новичков, да, то есть, возможно, более грамотные партнеры как бы нормально к этому, то есть, новички прочитают вас и, возможно, послушают ваши рекомендации неправильно и сделают ошибку. Вот, то вы несете ответственность не только за себя, но и за всех партнеров в чате. Поэтому лучше не отвечать, а в свою очередь новичкам рекомендую прислушиваться к ответам администраторов. Там очень много администраторов в чате, это весь наш лидерский состав. И, соответственно, если вам отвечает администратор в чате, это, ну, как бы более весомый вес как бы имеет сообщение. Соответственно, старайтесь прислушиваться только к мнению администраторов. Те люди, которые уже получили определенный опыт, которые торгуют более трех месяцев на корексе, которые работают с роботами, которые, ну, смогут вам помочь. Можно повторить, вопросов не было, можно написать в чат вопрос. Вот, и так, всем спасибо за внимание, всем пока. Продолжение следует...